Насколько наша карма влияет на нашу свободу выбора? Хороший вопрос. Карма, она ставит определенные рамки. Вот мы в этом помещении находимся, это вот рамки пространства есть какие-то. Но здесь мы по собственному желанию занимали места, особенно кто пришел первый, правда? Большая свобода выбора. По примеру того, как накапливались мы с вами, наполняли помещение, уже последний выбора не имел, где есть место, там и сел. Это тут разная карма, разные объемы свободы выбора. Но всегда есть какая-то свобода выбора. Если вы пришли в это помещение, всегда место найдется, так или иначе. Выбор есть. Также есть выбор уйти, когда я захочу отсюда. Слушать или не слушать, есть выбор. Карма такая, что я слушатель, я, значит, по идее, должен прослушать все, от начала до конца я могу заснуть, скажем, на полчаса выбрать. Видите, вы свобода выбора всегда есть. И насколько внимательно был слушать, тоже это мой выбор. Кроме того, есть уже вещь, которая от меня не зависит. Вот время пройдет, и нас сюда всех попросят, всех вместе, что аренда кончится. Все. Но мы это сами сделаем, добровольно выйдем отсюда. Нас милицию не вызовут, я уверен. Но мы именно по свободному, мы принимаем это как свобода выбора. То есть сочетается карма и свобода выбора. Конечно, хорошо, когда есть хорошая карма, много свободы выбора. И как увеличить свободу выбора с плохой кармой? Знание. Чем больше мы получаем знания, тем больше свобода выбора. Вы думаете, если вы знаете, то вы думаете так, сейчас я не могу это сделать, нет возможности и условий. Но как только появится первейшая возможность, я сделаю это. Вот так свобода проявляется. И вы увидите, обязательно у вас появится возможность это сделать. Обязательно. Что касается, в духовной практике вы всегда получите возможность. В течении своей жизни много раз. Вопрос использовать это нужно. Бывает так, что человек, вот я хочу начать духовную практику и прочее, да, да. Но когда он предлагает, говорит, нет, 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 сейчас не могу, сейчас мне еще семья, работа и прочее, прочее, прочее. Трансцендентное знание сжигает карму. То есть, там, где вы получили трансцендентное знание, сжигается пространство кармы. Ваш свобода выбора увеличивается. Мы приводим пример. Если вы не получили среднего образования, нет аттестата, об окончании среднего образования, у нас нет выбора с вами поступить в высшее учебное заведение. Нету. А если есть среднее образование, выбора больше. Есть выбор получить высшее образование. Так, за это отвечает уже знание, трансцендентное знание. Трансцендентное знание значит, что знаю и делаю. Вот когда вы это делаете, это называется, вот карма наша, смотрите, сравнивается тогда с таким. Вот маленький такой грибочек есть, а вы муравей, помните сказку? Ну, это все, что у вас есть. Вот вы там прибежье находите, там, этот несчастный муравей сидит тут, и дождь льет. Вот все, все наши возможности. Но вы делаете это, вы используете это. Приходит потом мышка. Можно спрятаться вместе с тобой? Да и тут один еле. Но если потеснится, то можно. Грибочек растет. Вот такая сказка есть. То есть карма меняется как бы. Вот когда мы действуем в этом направлении, вы видите, что жизнь меняется. Это свобода выбора. То есть мы, на самом деле, свободны. В этом процессе мы свободны. Есть история двух лягушек, которые попали в банку с молоком. И стали тонуть там. Ну, то есть они уже не могут наверху. И лапами били, били, били. Банка скользкая, и они уже тонут. Тонут, сил никаких нет. Одна говорит, все, умираю, все, я сдаюсь, я тону, я на дно пошла, все, до свидания. Прощай, не поминай лиха, в общем, все. Другая говорит, нет, нет, давай, пока есть силы, все же будем ногами вращать. И они вращали ногами, и молоко превратилось в сливки, сливки в сметану, сметанного масла, и они выпрыгнули оттуда. Такая нелепая история, она интересная. Ну, трансформация. То есть вы видите, что жизнь будет меняться. Это значит, вы применяете правильно свобода выбора. Если жизнь не меняется, то вы не действуете как свободный человек. Вопрос такой, а как научиться принимать природу другого человека? Как научиться принимать? Природу другого человека. Природу другого человека? Один врач был китайский, знаменитый, древности. Он драл большие деньги с императора за лечение, поскольку от обжорства страдал всю жизнь. Он ему лекарство прописывал одно и то же всегда и брал большие деньги с него. А на эти деньги лечил бедняков. Поэтому он очень известный, благотворительный врач был и хороший. И поэтому слава разнеслась по всему Китаю, и к нему пришел один молодой, гордый ученик. Ученик сказал, я гуру джи, буду у вас учиться, я ваш ученик. Но он с города приехал, там жил такой жизнью молодой, разгульной, но решил учиться. И учитель постоянно сказал, хорошо, ты мой ученик, живи со мной вот в этом доме, будешь учиться. Прямо здесь. А что это означало, знаете? А это означало, что теперь он должен жить, принять образ жизни учителя. Спать на жестком полу. Это же браман, он же аскезы совершает, иначе как он теряет квалификацию? Рано вставать, медитация. Простая пища, рис, без соли, почти без масла. Ну, в таком духе все. Омовения там холодные. И сидеть на голом полу, там на жесткой посылой, на подстилке, изучать трактаты. Вот он жил там, жил, 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 и уже все. Чувствую, что уже не может все это есть одно и то же, спать вот все это, слушать его. Молчать постоянно. Никого вокруг нет, ни друзей, ни девчонок, ни развлечься вообще. Такая аскеза, сумасшедшая какая-то. Однажды он просто взял этот поднос с рисом, бшшш, об стенку. Все, не могу больше. А что хочешь, спросил учитель. Вина хочу. Хочу общаться с молодыми людьми и прочее. Гулять хочу тоже. Развлечения хочу. Ага, ты хочешь наслаждаться. Но если ты этот рис прожжуешь медленно и внимательно, ты почувствуешь вкус. Ты можешь залечь вкус. Тебе понравится это. Если ты прожжуешь его медленно и внимательно. Если мы с вами станем внимательны друг к другу, мы научимся очень многому. Очень многому. Это наша главная проблема. Мы не внимательны к тому, кто близко к нам. Помните пример? Животное идет, пасется. Почему оно все время идет? Оно не выщипливает все это. Вот из-под ног до основания. Под чистую. Оно просто идет, идет. Потому что она смотрит вперед, и там под углом зрения трава гуще кажется. А когда подходите, смотрите сверху, она не такая густая. Здесь не густо, а там густо. Она идет все на густоту туда. Вот так же и человек тоже передвигается. То, что близко, рядом с ним, не очень ценит. А то, что там у кого-то, он смотрит что-то. А-а-а, там интереснее. Это иллюзия. Поэтому нужно относиться внимательно. Я лежал однажды в госпитале. Ну и болезнь там, и температура, бред какой-то. Все плохо. Еще глаза откроешь, все такие же. Атмосфера такая же жуткая. И запахи. И врачи приходят тоже. Ну, рабочий материал для них. Ну, в больнице, ну все плохо. Я лежу, и уже в депрессию погружаюсь, и болезнь нет, и никакой радости в жизни нет. И там сосед был, чуть моложе меня оказался человек. Он однажды, в больничной одежде такой, вдруг, внезапно, подошел к моей кровати, сел на мою кровать, вот так вот, как к себе, широко мне улыбнулся, и высыпал горсть конфет мне на грудь. Стал смотреть на меня. Я почувствовал, что жить, в принципе, можно. Он мне просто уделил внимание. А я его не замечал до этого. Как я его заметил? Он что-то хорошее сделал, бескорыстное. Жертва какая-то была. Называется жертва. Вот о чем мы говорим, жертва. Когда человек раскрывается, вы не узнаете его. Вот он кажется некрасивым, не тот тип и так далее. А вот если он раскроется перед вами? Трансформация удивительная бывает. Может быть, это редкие события, но это бывает, если мы правильно общаемся. Другое дело, есть другой вопрос. Когда человек не хочет таких отношений, большинство из нас отчуждаться любят. Потому что близкие отношения – это большая проблема. может быть. Итак, проблема возникает в двух случаях. Либо близко к человеку мы отталкиваем на дистанцию, либо с человеком, который не от близких отношений, приближаемся слишком близко. Тогда возникает проблема. Напряжение. Значит, близко вы отталкиваете, напряжение. А далеко вас слишком приближаете преждевременно. Такое понебратство как бы. Поэтому нужно искать дистанцию мира с каждым человеком. Не со всеми одинаковые близкие отношения. Критерий – мир. С кем-то нужно быть нейтральным, но с добрыми мыслями. С кем-то нужно быть ближе, с кем-то, на самом деле, возможно, близкие отношения. Это мир. Критерий – мир. Если близкие отношения вызывают враждебные отношения, значит, нужно немножко нейтралитета добавить. Если нейтральный, наоборот, разочаровывать, нужно приближаться. И затем, в процессе служения, вы сближаетесь, как железо и магнит. Это природа. Это природа духа. Это происходит само по себе. Нам не нужно напрягать ум, думать, как, дружить и прочее. Это происходит естественно. Есть такая как бы схема, объясняющая это. Все мы расположены вот на каком-то окружности, вот эти души живые, существа, люди мы. Так. А в центре Бог. Смотрите внимательно. Чем ближе мы к Богу, тем ближе мы друг к другу. Согласны? Сокращается расстояние. Просто в процессе это происходит. Мы наблюдаем за хорошими делами друг друга. Вот и все. Естественно происходит. Больше и больше позитива. Главное не переставать делать хорошие вещи. И вдохновлять других на то же самое. Передавать знания. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...